Девушки отдыхают Марина Викторовна, ваш. У меня игрок номер пять. Ух ты! Неожиданно. Восьмерка. Уголовник. Извините, мальчики. По-моему, я вас всех обошла. Шестерка. Что называется, подфартила. Психопатка. Это у нее судья оружие забрал. А кто у тебя? У меня третий. А, этот пацан. Занимался стритрейсингом. Хорошо, машину водит. Тебе на руку. Человека сбил. Стало быть, альтернатива. Простите, вы сказали, альтернатива? Ну да. А что это значит? Это значит, что этого мальчика нам сдали на игру. Вместо того, чтобы посадить. Он преступник. А, то есть сюда так попадают здесь все преступники? Ну не совсем. Некоторые, да, что-то совершили, вот как этот стритрейсер или уголовник. Некоторые здесь по своей воле. А для кого-то присутствие здесь вообще большой сюрприз. Кстати, а у вас кто? А, игрок номер один. Семнадцать лет. Подождите, она же совсем ребенок. Чего, тядь, нам колеса нужны новые. На своих двоих мы далеко не уедем. Да за остальными лучше следи. Я должен знать, если кто-то рядом. Мы тут как на ладони. Не ной. Слушай, дядь, а чё если к таксисту подсесть и по черепушке его бац? А чё, так реально можно тачку забрать? У меня кореш так делал. И где сейчас твой кореш? На зоне. Вот именно. Потому что придурок. У таксистов рации стоят. По ним сразу можно тачку отследить, если угонят. Есть идея покруче. Да понял я, Люсь. Понял. Чё ты? Да, да. Да куплю я. Куплю. Сказал ж. Да. Э, щас подожди. Ты чё пацан, дуба рухнула? Закройся. Мобилу давай сюда быстро. Тихо-тихо. Быстро-быстро. Тихо, ладно. Ты чё, мужик? Мужик хорош. Я знаю, что я хорош. Руки. В гараж быстро пошёл. Мужик, ты шутишь? Ай, бегом-бегом. Да ты чё. Да ладно-ладно. Тихо-тихо-тихо. Музыку любишь слушать? Ну так слушай. У тебя теверей не навало. Мужик, окончай. Ты чё? Круто. Он даже заяву не сможет кинуть ментам, потому что в гараже торчит. И искать нас не будут. Супер. Учись, пока я жив. Ну или пока ты. Да. Коля, а чё ты трубку бросил, а? Да потому что ты дура тупая. Не звони сюда больше. А вы, Мариночка, что, на неё поставили? Это не я. Это мой муж. Но она же ребёнок, школьница. Рискованно. Рискованно? Подождите. Почему? Здесь же слепые ставки. Вы только что узнали, на кого поставили. Ну, просто изначально на номер один и десять никто не ставит. Почему? Это проигрышный вариант. Почему? Ну, потому что номера игрокам выдаются по их возрасту. Чем младше игрок, тем меньше его номер. Поэтому игрок под номером один слишком молод и глуп, чтоб выжить. А номер десять, как правило, бывает уже в возрасте. И не в той кондиции, чтобы соперничать с молодыми. Я, кстати, помню, что десятка как-то выигрывал. Ну, это был единичный случай. Скорее исключение, чем правило. Я не знаю, о чем думал ваш муж, но у девочки, на которую он сделал ставку, шансов уцелеть немного. Это здесь было. Черт, я даже не знаю, что с той девчонкой. Два дня живем. И сегодня не первый. Подумай лучше о себе. Ты точно помнишь, как выглядели те гайцы, которые тебя повязали? Угу. Надо пробить, какой отдел ДПС здесь работает, чья это земля. А можно глупый вопрос? Как? Как? Спроси, что полегче. Попробуем через главк. Ну, иначе ждет инфы от меня. Он поможет. У нас есть одна цель. У Дока есть противоядие, и нам надо его достать. Любой ценой. Вам! Любой ценой, больной, больной! Давай. Давай. Я там пельмени сварила. Пойдем, поедим. Позже. Ешь, если хочешь. Саша, все это оружие, бронежилеты, препараты всякие. Кто ты такой? Мне тебе всю свою жизнь рассказать, или как? Нет, ну, неинтересно. Давай договоримся, это не твое дело. Я обещал тебе помочь с Коблем, и я помогу. Вот остальное пусть тебя не касается. Ладно? Кобель Игорь Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Организация убийства», частью 2 статьи 209 УК РФ «Бандитизм», частью 1 и частью 2 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем», частью 1 и частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение и транспортировка оружия и боеприпасов». По совокупности наказания путем частичного сложения назначить Ковалю Игорю Владимировичу наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Вы довольны решениям суда? Нас устраивает приговор. Суд удовлетворил требования стороны обвинения, а на наш взгляд приговор является законным, обоснованным и полностью соответствует... Оль, ты как? Ты в порядке? Спасибо большое. Пожизненное? Это все, на что способно наше государство, чтобы наказать этого урода? Ну, ты же знаешь, смертная казнь у нас отменена. И пожизненное самое строгое наказание. Он будет сидеть в одиночной камере, есть, пить, книжки читать. Он у моего сына убил, Сереж. Это все какая-то насмешка. Я Кирюшу двенадцать лет растила. Он хороший, добрый мальчик. Так у него вся жизнь могла быть впереди. Я не смогу жить. Знай, что эта тварь не сдохла. Кинотеатр нон-стоп. Лучшие фильмы, лучший звук и комфорт в любое время дня и ночи. Кинотеатр нон-стоп. Да. Я чуть впереди спиной стою. Я вижу. Кажется, меня ведет кто-то. Наши действия. Идите к эскалатору и поднимайтесь наверх. Наверху идите к лифту. И спускайтесь вниз. Я зайду на этом этаже. Переготовьте бумаги. Уроки кулинарии в итальянской пиццерии на третий в торговом уровне. Мастер-классы дает ведущий шеф-повар ресторана Лучиана Калетти. Сделай лучшую пиццу своими руками. Вы принесли? Все, что просила. Вот личные дела ДПСников, которые дежурили вчера в Строгино. Зачем тебе это? Есть тема через них выйти на организаторов этой бойни. От Петровки не дождешься. Вот отчет. Все, как вы просили. Но там немногим больше, чем вы знаете. Берем в работу. Сколько у нас есть времени, Дарья? Сколько ты продержишься, прежде чем подействовать то, что тебе вкололи? Пока я не усну. Думаю, двое суток у нас есть. Но лучше успеть за одни. Я налево, вы направо. Удачи. Вот это то, что нужно. Гостиница дорогая, безопасность здесь должна быть на высшем уровне. Это как? Металлодетекторы. Никто из остальных игроков сюда не войдет с оружием. Сработают металлоискатели. Ну, а мы как туда зайдем? У нас же пистолеты, мы же не можем их выкинуть. Черт, об этом-то я не подумал. Давай. Сейчас я зайду в гостиницу, сниму номер. Пистолет я оставлю в машине. Возьму пропуск на подземную стоянку. А уже оттуда с оружием мы сможем спокойно подняться в номер через черный ход. Здрасте. Мне нужен номер на двоих. Для меня и моей дочери. Какой-нибудь... Получше, ладно? Даша, вот, вот один из них. Ищи второго. Кто тут у нас? Алексей Немолочный. Адрес... Угу. А вот и второй. Романов Дмитрий. Романов Дмитрий. Папа. Вроде никого. Тачку не трогали? Ништяк все. Прошло-то несколько часов, как мы ее тут бросили. Ну чего, отработаем тебе гнид? Каких? Ну, этих, которые на нас напали. Не, не сейчас, малыш. У меня тут кореш недалеко живет, у него отсидимся. И чего, пусть и подальше ходят? Они же нас вольнуть хотят. Да ей нужно кишки упустить. Кому? Ну, этому рыжему. И этой дуре. Ты видел, когда смотрел на тебя? Назначить повалю Игорю Владимировичу наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Сему свое время, малый. Сему свое время. Извини, я опоздал. Только совещание. Тебе заказать что-нибудь? Сереж, ты принес то, что обещал? Здесь все. Если вкратце, у этого ковалья почти и нет никого. А родители давно умерли, жены и детей не было никогда. Ты сказал, почти никого. Ну да, есть сестра родная, Наталья Коваль, там есть ее фотография с паспорта. Какое-то время он у нее кантовался, помогал встать на ноги, ну и все такое. Что значит, помогал встать на ноги? Ну как, помогал деньгами, купил ей квартиру дорогую. Да, ну а сейчас она работает риэлтором, по сути дела, успешная бизнес-вумен. Оль, я тебя много лет знаю, и сейчас ты мне не нравишься. Что ты задумал? Ты в порядке? Да, Саша. Как долго мы еще будем здесь прятаться? Как мы достанем Ковали, если мы все время сидим здесь? Подожди, я тут встретиться кое с кем должен. Вернусь, займемся твоим Ковальем. Это его квартира. Ты че собралась делать? Делом заниматься. Привет. 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 Дядя Дима, твой папа? Ага. Он сейчас дома? Не, они с мамой в магазин уехали, а мне сказали никому не открывать. Смотрите, что у меня есть, мне папа купил. Круто. Только папа тебе правильно сказал, не открывать дверь чужим людям. Он в метро. Черт. Он в метро. Черт. Дайте воду, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые пассажиры, находясь на эскалаторе, стойте справа, проходите слева. Сейчас вернёт. Дайте воду, подойдите, подождите. Пойдёмте, подождёмте. Пойдёмте, подождёмте. Стопи, из калачка. А-а-а! Стой! Что происходит? Стой! Коваль, а я слышал, что тебя менты закрыли, и кто-то базарил такую тему. Погано выглядишь. Малой, что, плохи дела, да, Митяй? Ну, крутимся, как можем. Крутимся. Сторчался в конец. Тебя менты закрыли, и я слышал такую тему, надолго закрыли. Да ты что, Митяй, у нас же самый гуманный суд в мире. Забыл, что ли? Да, Митяй, я смотрю, у тебя все по-старому. Ну, чё? Ну, как-то так. Короче, мне на какое-то время где-то упасть надо. Так что, мы с малым у тебя пока зависнем. Ну, а сегодня гуляем. Чтоб я сдох вообще. Скажи спасибо дяде Ковалю. Баб, организуешь? Да. И как скажешь, Коваль? Только не своих шалашовок из подворотни, а нормальных телок. Чистых. Сможешь? Ну, как скажешь, Коваль, чё ты, как ты скажешь, так и будет. Ладно. Сейчас для начала за бухлом сходим. Дядь, ты чё, бухать собрался? Спать не захочешь? А чё ты ссышь? Тебе ж лучше. Слышь, Митяй, ты телек не проторчал еще? Не. Работает? Да. Иди-ка в комнату, мультики посмотри. Дядь, ты чё гонишь? Я тебе чё сказал? Исчезни быстро, щенок! Слышь, Митяй, тема такая. Мне кокса надо. Много. Так, чтобы дня четыре вообще не спать. Да вообще не вопрос, Коваль, но ты когда-нибудь долбил так плотно? Я вообще в курсах, чё с тобой будет после четырех таких дней. И я в курсах, чё со мной будет, если я усну. Короче, организуешь, нет? Да не вопрос, Коваль, были бы бабосы. Бабосы, как ты видишь, есть. Так что давай, шурши, Митяй, если хочешь, чтобы тебе что-то с барского плеча обломилось. Угу. Ого! Что, обокрали кого-то что-то? Кажется, что же. В отпуск лечу. На море, здоровье поправить. На море, это хорошо. Давайте я вам помогу. Вещи, багажник убрать. В какой аэропорт-то едем? Домодедово. Домодедово. Вот только нам придется на заправку заскочить. Давай, давай. Время-то терпит? Успеем. До очередного перемирия остался час. И пока в игре все десять участников. К концу первого дня игры слабых игроков ждет смерть. Кто вылетит первым? В любое время вы можете сделать новую ставку. Кофе, у нас проблема. Женя, его потеряли. Как? В метро. Сам знаешь, какие там толпы. Это же не GPS. У казино своя сеть радиопередатчиков. Закрытая. Она и так не очень-то, а под землей вообще глухо. Так что мы не знаем, где он. Спасибо за известную мне информацию. Он бывший судья и знает о передатчиков не хуже тебя. Ну, может он, может он тактику такую избрал. Если его не видим мы, то не видят и остальные игроки. Может он решил в метро по кругу кататься, чтобы его никто не вычислил и не убрал. Метро в час закрывается. Ну что, где наша, а? Я не понял. Что ты орешь? Не ори. Затихарился он, как договаривался. Слушай, а если все идет ровно, чего мы тогда тормозим? Давай, пошли ставик, Юрик. Давай, ставку делай. Хотите согреть экспресс или сделать ставку? Не, хочу старую догрузить. Уведите ставку. Какую именно? На вылет. Номер восьмой вылетит первым. Мне кажется, верняк. Хорошо. На сколько? На десять миллионов. Надо было дождаться Романова там. Угу. Ну да. На виду у жены ребенка допрашивать его с пристрастием? Он с тобой не церемонился. Даша, я бы с ним тоже. Это он, та сука! А ну, вышел быстро! Куда ты? На сад! Я знаю, что взял. Куда ты? На сад! Роман Noление Куда ты? На сад! Откуда ты смотрел? Сб ACMEN А ну иди сюда, урод! А ну развернулся и ушел! Вы что, быстро? А вы кто такие? Аварийные комиссары. Ну что, как там Машка? Когда будет операция, уже известно. Слава Богу. Слушай, ну что, как там Машка? Когда будет операция уже известно. Слава Богу. Ну, слушай, ну если доктор сказал, значит ему можно верить. Все, успокойся. Поцелуй ее там от меня. Давай, пока. Ну что, нравится тебе здесь? А то, вообще классно. Я бы тут только и жила. Да. Ванна вообще супер. Я такие только по телеку видела. Все как-то странно. Иди что-то, как будто бы ничего не происходит. Ну, как будто бы там на улице не страшно. И никто с пистолетами не ходит. Как будто бы это сон. Да, сон. Только спать-то нам как раз нельзя, не забывай. Все что угодно. Только не спать. Я чусь, секундочку. Я чусь, секундочку. Ну что? Женя. Трест отменяется, док. Вот ты все. А ты кто еще такой? Друг семьи. Вы не волнуйтесь. Нас обратно на Зорге, пожалуйста. Да, док? Я, конечно, с каждым клиентом в ресторане не сижу. Но вы у нас VIP-клиент. И я не каждый месяц продаю четырехкомнатную элитную квартиру в центре Москвы. Да. Я одна, но очень люблю, когда много места. Понимаю. Наташа, скажите. Да. А у вас есть семья? Да, брат. Но он сейчас в командировке. Зарубежный. Старший брат? Да. А у меня никогда не было брата. Наверное, это здорово. Сильное мужское плечо и все такое. Да, Игорь мне всегда помогал. Но просто кроме него у меня никого нет. А у вас? Вы говорили, что вы одна, а кольцо? Ну, если это не секрет, конечно. Извините. Ничего бывает. Да. У меня был муж. Была семья. Ну, это грустная история. Теперь у меня никого нет. Они погибли. Их убили. Господи, какой ужас. Да. Мой муж был предпринимателем и довольно успешным. Потом возникли проблемы с кредиторами, а они оказались бандитами. Муж отказался платить. Они наняли киллера. И он взорвал машину моего мужа вместе с моим сыном. Киллера, конечно, поймали. Недавно, кстати, был суд. Ему дали пожизненное. Но ведь семью это не вернет, правда? Понимаете? А теперь я хочу, чтобы эта тварь чувствовала то же самое, что чувствую я, когда у тебя отбирают самых близких. близких. Я сейчас уйду на полчаса. Ты сиди здесь, следи за сигналами остальных. Если кто-нибудь приблизится, уходи. Ура! Слышь, пацан! А я же мент! Тебя найдут! Сука ты, а не мент! Говори, урод! Кому ты его сдал? Кто за ним приехал? Имя, телефон, ну? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Нет! Не надо! Вы их не знаете. Они богаты, они… Они все могут. Тебя убить прямо тут-то? Кто они? Я не знаю. У меня только телефон того, который меня завербовал. Как завербовал? Нет! А-а-а-а-а! Твоя мать! Уф! 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 Он помогал! Я… Я их крышевал! Уф! Да они это узнали и… Сказали, или сдадут меня… ЮСБ или денег дадут! Много! Ясно с тобой все. Кто они? Кто тебя завербовал? Не знаю… Как его зовут? Я не знаю… Урод! Ты же им людей как рабов поставляешь! Нет! Нет! Я этого не знал! Я же не спрашивал оба! Я думал так просто… Ну, просто не знаю… Брать кого-нибудь или… Или на какой-нибудь завод подпольный… Я не знал… Я не знал… Я не в курсах был… Не в курсах-то, сука! Хватит! Как выглядел тот, кто тебя завербовал? Ему лет сорок. Он… Такой подтянутый… Как военный… Такой бледный… И волосы короткие… Глаза! Они… Они такие… Лютые! Кажется, поняла. Это один из судей. Эй! Стойте! Стойте! Вы куда? Иди, пацаном займись. Это твои, похоже, не справляются. Ай! 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 Куба! Куба! А давай корешей позовем? А чего? Ну, гулять-то гулять! Корешей? А? Ну, чё, тема… Ага! Пойдём только сначала… Освяжись… Васюху! Давай! Пойдём сейчас, освяжишься, а то ты никакой уже! Всюха! Вон! Давай, заходи в ванную, давай! Сейчас всё будет! Отвали! Молодец! Вот обдолбыш! Ему банкет на блюдечке, а он обдолбался на радостях! Отвали! Отвали! Ты куда? Я пойду отолью! А вы тут это, ну, пока, ну, посексуальней! Дядь! Дядь, слышишь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет у тебя корешей, чувак. Не было и не будет. В любой момент могут появиться наблюдатели, так что давай быстрее. Саня, а чего быстрее, а? Мы сделали всё, что ты сказал. Поставили на то, что Коваль вылетит первым. Теперь дело за тобой. Я сказал, я сделаю. Угу. Почему именно Коваль? Почему не кто-нибудь другой? Он напаснее всех. Да какого же ты лезешь на рожон, а? Отсиделся бы где-нибудь до поры. Сань, мы на тебя поставили всё, что у нас есть. То, что мы поставили на Коваль, это копейки по сравнению с тем, что мы поставили на твою победу. Ты понимаешь хотя бы? Юрок, успокойся, я своё дело знаю. А какого тогда эту бабу за собой таскаешь? Договор у нас такой. Я получаю поддержку, убираю всех. Выиграю бессонницу и получаю свою долю, так? Но остальное это моё дело. Вас не касается. Ну тогда, я тебя очень прошу. Пожалуйста, не проболтай со своей бабе, а нас. А то судьи узнают, всем конец. Приехали, Дух. Конечная! Жень, ну подожди, ну зачем ты делаешь? Это же не я тебя наказал. Не до благородства мне сейчас, док. У меня жить охота. И ты мне в этом поможешь. Слушай, Жень, они тебя найдут. Ты знаешь, что Волков и остальные, они тебя не простят. Ты выехал за черту города. Они тебя точно найдут. Только они не в курсе, что я куда-то уезжал. Как это? Они думают, что я сейчас в метро нарезаю круги. Что-то вы ездили по улицам. Док, вот только не надо учить папу любить маму. Я из тоннелей не вылезал. Сигнал то появлялся, то пропадал. А не уверен, что я сейчас в метро скачу со станции на станцию. Ладно, док, давай к делу. Ладно, ты достанешь мне антидот. Я опер с Петровки похитила мента. А толку-то? Мы ничего не знаем. Это финиш. Почему ничего? Мы знаем про судью. И чё? Судью ты так же хочешь похитить? Да они там все боевики настоящие. Жесть. Еще три дня назад в это же время я думала, в какой бассейн записаться. И в каком магазе йогурты дешевле. Можно взяться за казино. Возьмись. Хорош издеваться. Нормальная ведь идея. Почему нет? Мы знаем, где оно находится. Помнишь башню Москва-Сити? Откуда мы отъезжали? Это же ключ. Слишком очевидно. Я думаю, у них есть прикрытие. Но пробовать будем? Да будем. А как… Как тебе удастся? Ты знаешь, в чем хранится? Конечно знаю. Я знаю, я знаю, док. Ну ты как? Скажи, ну… Их две ампулы. Одна основная, другая запасная. Только знаешь что, док? Тебе понадобятся обе ампулы. Ампулы. Зачем? Помнишь, в прошлом году на игре я стоял на уколах игрокам. Тогда еще чемоданчика прокинули. И несколько ампул разбилось. Так… Так вот, док. Одна не разбилась. Что? Не ожидал, что окажешься на том месте? Поздравляю, док. Теперь ты одиннадцатый участник бессонницы. На льготных условиях. Играет музыка. Продолжение следует...